В самом начале заседания депутаты приняли к рассмотрению дополнительный вопрос о досрочном сложении полномочий главы муниципального образования Андрея Кашаева. Решение было принято путем тайного голосования. Число голосов, поданных за проект решения, 28. Число голосов, поданных против проекта решения, 2. Число удержавшихся, 2. По итогам тайного голосования и в соответствии с частью 5 статьи 22 регламента Рязанской городской думы, утвержденное решение Рязанской городской думы от 9 до 12 до 10 за номер 789 решение Рязанской городской думы о досрочном сокращении полномочий главы муниципального образования председателя Рязанской городской думы Кашаева Анатольевича считается принятым. Как и предполагалось ранее, экс-глава города остался в депутатском корпусе, а исполняющим обязанности председателя стал его бывший первый заместитель Александр Чайка, чье назначение предусмотрено уставом Рязани. Напомним, о желании покинуть свой пост и возглавить Рязанский институт развития образования Андрей Кашаев официально объявил 18 декабря в ходе встречи с губернатором Олегом Ковалевым. Помимо этого, депутатами был принят ряд важных для города проектов. В частности, депутаты одобрили решение об установлении льгот, освобождении от арендной платы за землю на 60% от сумм, зачисляемых в бюджет города Рязани для физических лиц, имеющих льготы. Кроме того, льготы сохраняются в прежнем объеме всем категориям арендаторов земли, которые пользовались льготами в 2015 году. Среди них пенсионеры, многодетные семьи, дети, сироты, родители и супруги военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Также депутаты рассмотрели и одобрили установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за проезд в муниципальном общественном транспорте. Полностью от платы освобождаются студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей и студентки, являющиеся матерями-одиночками.